Красноярский полицейский В Нарильске внедорожник забуксовал на ЖД-переезде в неположенном месте и попал под тепловоз. Предварительно 34-летний водитель Рено Дастер пытался проскочить через пути, но попал в снежную колею. В машину въехал тепловоз. В салоне, кроме водителя, находились еще двое пассажиров. Один из них получил легкие травмы. Врачи осмотрели его на месте. Чудом обошлось без госпитализации. Двое мужчин угрожали красноярцу ножом у банкомата и попались в полиции по горячим следам. В отделение обратился 50-летний потерпевший. Пока он снимал деньги, к нему пристали двое хулиганов. Но сбежали, как только мужчина начал громко кричать и звать на помощь. Налетчиков задержали в тот же день. У ранее несудимого 20-летнего парня изъяли складной нож. Разбойникам грозит до 8 лет. Большегрузом месяц нельзя будет ездить по красноярским дорогам. Ограничение вводится из-за весенней распутицы с 19 апреля по 18 мая. Запрет касается транспортных средств с предельной нагрузкой на каждую ось при одиночной оси до 6 тонн, двухосной телеге 5,5 тонн и трехосной 4,5 тонны. Исключение делают для перевозок, перечень которых установлен постановлением краевого правительства. Остальным владельцам фур придется искать пути объезда или получать разрешение управления дорог. Иначе штраф 500 тысяч рублей. Перекупщики продают билеты на финал чемпионата России по Бенди дороже в 5-7 раз. Объявления есть на сайте Авито. Самые дорогие стоят 3500 рублей при оригинальной цене в 500. Накануне у кассы были гигантские очереди. Некоторые давали по 30 билетов на руки, сообщают очевидцы. Продажа билетов на игру «Енисея» и «Динамо» началась 18 марта в кассах стадиона и на официальном сайте клуба. Но, по словам болельщиков, купить билет онлайн было невозможно. В Министерстве спорта сообщили, что в кассах билеты раскупили за час. Игра пройдет 21 марта. Будет организована трансляция. Продолжение следует...